МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я, Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сейчас можем наблюдать, как меняются банковские стандарты, как меняется в целом вообще экономика. И поэтому мы хотим полностью этому соответствовать. Современное здание в Могилёве. Офис высоких технологий. Мы сегодня знакомимся, по сути, с утраченными именами. Выставка художников Парижской школы уроженцев Могилёвщины. Ну, есть такая пословица, что хлеб всему голова. Как в 21 веке пекут хлеб в честь Всемирного дня хлеба? Каждое свое, как говорится, понятие о чистоте. Дома чисто, а уже контейнеры уберу. Профессиональный конкурс водителей мусоровозов в Могилёвской области. И цветные пятницы готовятся к новому золотому шлягеру, вспоминая своих любимых звезд. Новое здание на улице Миронова стало заметной частью центра Могилёва. Город развивается, и рядом со старой застройкой и пешеходной улицей возвели административный центр, похожий на гигантский стеклянный утюг. Здесь открылся высокотехнологичный офис, спроектированный по современным бизнес-стандартам. Про то, как работает в таком офисе и нравится ли Могилёвчанам новое здание, расскажет Олеся Рыбалка. Раньше такое можно было увидеть разве что в зарубежных фильмах. А теперь стеклянная архитектура с оригинальным дизайном и даже парковкой на крыше пришла и в Могилёв. Внушительно и необычно. Во-первых, семь этажей – это практически сплошное стекло. Во-вторых, таких стильных архитектурных форм областной центр и его жители еще не видели. Необычная форма, необычная идея. Хорошо, очень замечательно. Хорошее здание, побольше таких. То есть вам нравится? Да, конечно. На что похоже, как вам кажется? На утюг похоже. Напоминает кусок торта или кусок сыра. Вот как вам такое здание? Мне очень нравится. Я бы хотела, наверное, чтобы побольше было таких зданий интересных в нашем городе. Потому что, ну, как-то, конечно, центр, он больше старинный, да. Ну, и хотелось бы, конечно, новых интересных зданий. Грамотно встроенное современное здание всегда не испортит ауру сложившуюся. Я думаю, что это здание построено, мне кажется, грамотно. Оно только дополнит эту прекрасную архитектуру. Архитектор необычного здания – литовец Скирмантас Варнаускас. На строительство бизнес-центра ушло два года. Пока он заселен наполовину. На нижних этажах расположился банк. И его сотрудники только начинают осваивать офис, в котором теперь работают. Он высокотехнологичный. Это когда практически все автоматизировано или управляется пультом. А космические светильники при необходимости могут выключаться сами, если людей в помещении долго нет. Такие здания по классификации офисов относятся к классу А. А если ты привлекаешь клиентов, если ты позиционируешь себя как структуру европейского уровня, как мы позиционируем себя, конечно, необходимо создавать условия работы и для сотрудников, и для партнеров, чтобы они могли комфортно, нормально чувствовать себя в нашем офисе. Несколько тысяч квадратных метров наполнены светом и воздухом. В таком пространстве чувствуется свобода и неограниченные возможности для развития, говорят здесь. И это, безусловно, благодаря главной инновации – стеклянному фасаду. Когда все открыто, прозрачно и на виду, к чему, в принципе, и стремится современный бизнес. Как на ладони и самое сердце города. Не на экране телевизора, а прямо здесь, перед глазами, теперь вот, к примеру, и футбольный стадион. Нечто вроде випложе получается. Для работающих здесь сотрудников это и непривычно, и престижно одновременно. Дополнительный бонус как нашим клиентам, так и, соответственно, нашим сотрудникам. Просто очень хотелось бы, конечно, чтобы они уже в свободное от работы время наблюдали за теми футбольными баталиями, которые здесь будут. Нам очень приятно, что из нашего нового здания мы можем наблюдать музей Масленникова, дом советов, наше великолепное здание Белорусского российского университета. Новый объект занял свое место. Он выделяется среди малоэтажной застройки и старых зданий, но за счет нетривиальной формы все же не подавляет их своим масштабом. И такое гармоничное соседство для городского ландшафта очень важно. Неизвестные и знаменитые жителям Могилевщины открываются забытые имена модернистов и авангардистов. В Могилевском художественном музее имени Павла Масленникова Белгазпромбанк представил работы художников Парижской школы. Корпоративная коллекция банка насчитывает более сотни произведений искусства и книгопечатаний, а в областном центре можно увидеть работы наших земляков, уроженцев Могилева, Чаус и Мстиславля, которые стали знаменитыми художниками. Действительно, мы хотели познакомить жителей Могилевой и всей Могилевской области с творчеством их знаменитых уроженцев и земляков, которые, как и указано в названии выставки, к сожалению, еще неизвестны у себя на родине, но очень знамениты за рубежом. Три художника представлены на этой выставке. Большая часть работ – авторство Абрама Мазона, который родился в Могилеве в 1914 году. Художник-экспрессионист, чей талант был признан только в конце жизни. Он уехал в Москву, прошел войну, но за неверное изображение вождя на картине «Ленин и дети» его исключили из Союза художников, и Мазон работал в стол. Иначе сложились судьбы двух других художников, чьи работы представлены в Могилеве. В начале XX века в Париж из белорусских местечек и городов уезжали на учебу десятки талантливых молодых людей. В надежде стать известными. Уезжали прежде всего евреи, которым нечего было терять в России в черте оседлости. Так поступил Леон Эндельбаум, который родился в Чаусах в семье Портнова. Он стал скульптором, уехал в Париж, жил в коммуналке художников улей. Модельяне писал его портрет. Борельеф его авторства «Музыканты и антилопы» уже в наше время был продан более чем за 3,5 миллиона евро, что стало рекордом для скульптуры XX века. Уроженец Мстиславля Абрам Маневич отправился не в Париж, а в Мюнхен. Художник-модернист в итоге поселился в США, и его работы, кстати, нравились Эйнштейну. Вот такие имена открывает новая выставка. В Могилевском художественном музее традиционно поддерживают и продвигают художников-реалистов, но в XXI веке зритель интересуется всем многообразием стилей и видов изобразительного искусства. Возвращение забытых имен мы следуем тем же путем, потому что у нас наши международные пленеры мы посвящаем тоже именам забытым и, может быть, даже утраченным в какой-то степени. И мы возвращаем Адриана Прахова, Генина, в прошлом году Федора Тулова, возрождена его могила и сделана экспозиция, установлена мемориальная доска. Поэтому нам близко эта идея. Открытие выставки собрало много гостей. Итак, выставка «Неизвестная и знаменитая» открыта и будет работать целый месяц. Кстати, здесь состоялась и премьера. Картина Капри Абрама Маневича, написанная в 1910-х годах, выставляется впервые в Белоруссии. Это одно из последних приобретений банка. На сегодняшний день в коллекции 114 экспонатов, и сегодня она действительно впервые представляется широкой аудиторией. И еще. Больше сотни лет назад в этом здании размещался поземельно-крестьянский банк. Теперь, когда в нем музей, уже другой банк представляет здесь свою коллекцию, став партнером в деле развития культуры и искусства Белоруссии. Сегодня гость программы «Днями» председатель правления открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико. Мы с вами находимся в здании Могилевского художественного музея имени Павла Масленникова, где, в общем-то, очень много реализма. Вы же и ваш банк продвигает, наверное, и коллекционирует авангардистов. Почему? Основная задача проекта «Арт Беларусь» – это возвращение на родину работ тех художников, которые в силу каких-то причин остались неизвестны, либо на самом деле работы которых почему-то нет в Беларуси. И то, что это в большей степени нереалистичное искусство, объясняется именно тем, что в период славных почти больше 70 лет Советского Союза именно нереализм и являлся тем направлением, которое выталкивает. Названия «Неизвестные» и «Известные» – это как раз и подчеркивает, что они неизвестны даже на малой родине. То есть вот там, где они родились. Но они известны в мире. И вот этот контраст между тем, что признание мировое существует, а у себя на родине и работ очень мало, или вообще имена нет. Вот это очень важный момент был изначально в нашей философии. Ваша корпоративная коллекция насчитывает более 100 шедевров? Уже на сегодняшний день, да, более 100. Скажите, а почему вообще вы вкладываете деньги в предметы искусства? В рамках нашей миссии, которую мы сказали и провозгласили как банк, это на самом деле формирование среднего класса. Мы абсолютно убеждены, что средний класс – это не только доход определенный в рамках статистики и финансовой составляющей. Средний класс – это люди, которые имеют широкий взгляд. То есть на самом деле люди свободные, люди многообразные. И одной из важнейших составляющих, это, естественно, является духовное и культурное развитие. И очень на такой вопрос я всегда очень долго думал, как правильно ответить. И, наконец, всегда говорю, что мы банк умных, красивых и богатых людей. И хотим, чтобы все были такими умными, красивыми и богатыми. Трудно поспорить и правильный посыл. И отсюда на самом-то деле формирование очень хорошего отношения, возвращение и гордость за страну, за людей. Времена бывают разные. Но в любое время есть люди, которые делают эти времена на самом деле привлекательные. Нельзя же сказать, что начало XX века – это было легкое время. Ну нет, конечно. Но в искусстве это время изменений, которое дало толчок современному искусству очень сильно. Только в искусстве до начала XX века. Скажите, мне всегда было интересно, вот корпоративная коллекция, она где хранится? Скажу, почему спрашиваю. Я вчера была на выставке в библиотеке национальной, там как раз выставка, посвященная 500-летию книгопечатания. И экскурсовод так как-то вздохнула и сказала, «А вот эта из коллекции Белгазпромбанка, она, к сожалению, не наша». И я подумала, что здорово, что она здесь. Но вот почему-то вздыхают экскурсоводы. Почему? Не всегда могут увидеть? Нет, неправда. Как любой коллекционер, ну то есть любой искусствовед, музейщик, ведь по сути, по внутренней сути коллекционер. И если он видит достойное произведение, не принадлежащее ему, он всегда будет вздыхать. То есть это закон, независимо от того, с кем ты разговариваешь, с государственным музеем, с частным коллекционером или просто с людьми, которые заражены вот этой коллекционной составляющей. Мы получили постоянное место во дворце искусств, где сейчас работает галерея «Арт Беларусь», и где можно увидеть почти половину коллекции, которые там есть в Белгазпромбанке. Дискуссионно ли для вас, внутри вас, тема, кто вам ближе из тех трех авторов, которых вы сегодня привезли в Могилю? Это Сэм Зарфин, увидев работу которого, я понял, что «Арт Беларуси» там жить, и она будет, эта коллекция. И если честно, вот работа Абрама Монозона – это второй художник, который меня поразил своей необычностью. И когда я узнал, что еще, мало того, еще и белорус, да еще и могилевчанин, и почти неизвестен даже искусствоведом, мне за него стало очень обидно. И поэтому, наверное, вот он – это второе имя, которое мне искренне очень нравится. Скажите, что бы вы посоветовали нашим зрителям, как банкир, копить или тратить? И на что? На предметы искусства, отдых? Нужно понять, что все-таки деньги – это только просто инструмент, который позволяет тебе сформировать ту жизнь, которую ты хочешь. Вопрос не в количестве, вопрос в качестве использования этого инструмента. И вот это очень важно. То есть, если философия копит, ты можешь копить, и так и проживешь всю жизнь, не получив удовольствия накопленного. И если тратить просто, потому что очень нужны траты, то можешь ты пропустить за этой суетой что-то очень важное. Поэтому, мне кажется, нужно понимать, что у тебя есть инструмент, который делает тебя свободным в той степени, в которой ты очень хочешь получить. Если тебе не хватает, давай пошевелись. Если тебе уже достаточно, можно уже получать удовольствие. Поэтому я считаю, что самый правильный совет – это перестать думать о деньгах как о цели. И начинать думать несколько по-другому. Деньги – это всего лишь возможный инструмент для достижения этой цели. Реализация мечты какой-то, да. Я вас благодарю за интервью и благодарю за ту выставку, которую вы привезли к нам многие люди. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо большое. Всемирный день хлеба, который отметили этими днями, напомнил нам о хлебе насущном. В среднем человек съедает за всю жизнь около 7 тонн хлеба и 35 тысяч булочек. Поэтому пословица «хлеб всему голова» актуальна до сих пор. Хотя сейчас потребление хлеба сокращается, и это мировая тенденция. Одни эксперты связывают это с модой на диетическое питание, другие – с эволюцией организма человека. Но черный хлеб остается одним из символов белорусской кухни. И традиции выпечки хлеба у нас не забыты. И на предприятиях, и на домашних кухнях. О них расскажет Елена Соловьева. Первый хлебокомбинат в Могилевской области появился в конце 20-х годов. Тогда пекари работали вручную. Долгое время завод производил два вида хлеба – формовой, в народе известный как кирпичик, и подовой. 20 лет назад этот цех выпускал до 15 тонн формового хлеба в сутки. За годы эта цифра не изменилась, но вот в рецептуру внесли небольшие коррективы. Классический кирпичик добавили с сортовой пшеничной муки, так мякиш стал светлее. Но вот традиционный вкус остался неизменным. Сейчас на предприятии современное оборудование, но даже среди таких огромных печей и миксеров есть место традициям. Например, подовый хлеб перед выпечкой обязательно должен полежать в специальной форме из лозы. Отдохнуть, как здесь говорят. Вот это низ печи, который прогревался в старину, и туда потом дальше уже поступал хлеб. Точно так же и у нас сейчас прогревается печь, и на каменный пот кладется хлеб. Когда-то было два вида хлеба, а теперь их более полусотни. В последнее время мы увеличили выпуск хлебов с добавлением семян подсолнечника. Также добавляем мы сухофрукты, это курага, чернослив, изюм. Это тоже любят покупатели, которые им нравятся более сладкий вкус хлеба. Теперь в белынических новоселках только Вера Прокоповна печет хлеб в печи. В тесто по обычаю кладет паренный картофель, чтобы хлеб не был кислым. Так учила мама. Печет раз в неделю для себя, а когда в доме собирается вся большая семья, пятеро детей, одиннадцать внуков и десять правнуков, мама и бабушка Вера встречают их с душистым ржаным хлебом. И все же хлеба стали есть меньше. Это главная причина сокращения его производства. Кроме того, конкуренцию предприятиям составляют пекарни при крупных торговых центрах. А у кого-то дома и вовсе появился свой мини-хлебозавод. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я живу в городе Могилеве. Я очень люблю выпекать свой домашний хлеб. Все просто – молоко или вода, сахар и соль, мука, дрожжи. И хотя хлебопечка может все перемешать сама, хозяйка считает, что месить тесто руками – значит передавать ему добрую энергию. Мне нравится сам этот процесс замешивания теста. И когда уже оно начинает пружинить, его так гладишь, гладишь, как маленького ребеночка. Хлебопечка – совсем не редкость для горожанок. Счета за электроэнергию отнюдь не катастрофа, говорит хозяйка-пенсионерка. Хотя выпекается хлеб от двух до шести часов. Ой, красавец мой. Телевидение пока не научилось передавать запахи через экран, но вы можете нам поверить, что пахнет домашний свежевыпеченный хлеб ароматно. И вкус прекрасный хоть современные диетологи хлеб и не жалуют. А я к этому совершенно спокойно отношусь. Все в меру, все хорошо. Почему бы не съесть своего домашнего хлебушка, кусочек свежего, который ты сам испек. Какой хлеб есть – из магазина или домашний? И есть ли его вообще? Это гастрономический выбор каждого. Но то, что будет постоянным всегда – это социальная значимость этого продукта. Ведь в том числе и по ценам на хлеб судят об экономике страны. А еще неизменным остается сакральное значение хлеба. Живем да хлеб жуем – так сдавна казали белорусы. Осенняя хандра хорошо лечится работой и сезонными хлопотами. Вставать рано утром, идти на работу, несмотря на темноту за окном, бодриться и получать от жизни удовольствие. Такой план на осень. И он выполним. Марио Пьюза, американский писатель, напомнил нам этой порой о способности людей к выживанию. Он родился в семье итальянских эмигрантов, начинал внештатным журналистом, а стал признанным литератором. Роман о мафии «Крестный отец», как и его экранизация, знаменита на весь мир. И именно в «Крестном отце» Марио Пьюза написал. Раздвигать силы, мысли, волны – это не чудо, это фокус. А вот мать-одиночка, работающая на трех работах, чтобы прокормить четверых детей – вот это чудо. Вы, люди, часто забываете, что сила скрыта в вас самих. Первый в регионе конкурс профессионального мастерства водителей мусоровозов прошел в областном центре. В виртузном вождении тяжелых машин и знании правил дорожного движения соревновались два десятка участников со всех районов области. Цель повысить престиж профессии – это, во-первых. И, во-вторых, напомнить всем, что чистые города и деревни – дело каждого. Кристина Каранкевич наблюдала за конкурсом и интересовалась, что, например, делает водитель мусоровоза, если видит мусор на улице. Все хотят жить в чистом городе или аккуратной деревне. Про мусор говорить не любит никто. Оно и понятно – грязь и неприятный запах. Однако все мы производим мусор, и ведь кто-то должен его убирать. Николай Овсеевич водителем мусоровоза работает больше 20 лет и говорит, объемы отходов человеческой деятельности растут. И особенно обидно, когда мусор выбрасывается мимо контейнеров. Контейнеры полные, рядом бабах, все. Это же некрасиво, конечно, но всех же не научишь. Эти мужчины борются за чистоту своих городов, потому что убирать мусор – их работа. Белоничи чистый город? Очень чистый город, он же занимает неоднократно первые места. Как бы все смотрится, поэтому убирается. Раздельный сбор мусора очень строго смотрится у нас. Два десятка водителей мусоровозов со всех жилкомхозов области соревновались в умении быстро и аккуратно собирать мусор. И даже виртуозно, потому что зачастую, чтобы добраться до контейнерной площадки, между припаркованными машинами во дворе нужны маневры. Все действия оценивают судьи с точки зрения вождения и технических элементов. Движения четко отработаны, а ведь все водители мусоровозов – самоучки. Да, это работа тяжелая, и она неплохо оплачивается. Призером соревнований, кстати, установят надбавки к тарифным окладам за профессиональное мастерство. И это тоже стимулирует совершенствовать работу. Что же до престижа профессии? Водители отвечают на позитиве. Все-таки оставляем город чистым. Значит, ну хочется пожелать, чтобы люди меньше мусорили, а мы меньше будем убирать за ними. Конечно, у каждого свое понятие о чистоте. К примеру, мы до сих пор не на 100% сортируем мусор для переработки, а где-то по-прежнему пользуются мусоропроводами. Но в силах каждого поддерживать в порядке место, где живешь, и уважать труд других людей. Эдита Пьеха, Александр Малинин, Юрий Лоза, Игорь Корнелюк, Африк Симон, Баккара, Джой и Добрый Молодцы. Эти и многие другие ретро-звезды споют в Могилеве. Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» – одно из главных осенних событий региона. Первый концерт в воскресенье и целую неделю, каждый вечер – музыкальная программа во Дворце культуры области. А «Цветные пятницы» вспоминают гостей фестиваля прошлых лет. Можно подпевать. «Опоздание, мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны». «Поятые пятницы, странно!» «Они-то – ступы!» «Они-то!» «Они-то!" «Они-то, что ли воню» «Они-то!» «Они-то, что ли воню» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброй ночи! Спасибо! Чао! Деревня мужичок уже нет, но таких людей, как Ерофей Костельнич, нужно помнить. Приближается День памяти деды. И нам приятно знать, что наши деды в широком смысле слова были не только умными и образованными, но и добрыми людьми. Шуршите листьями и берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин